пипец ладно без разницы здесь печи нет вот что самое тупое кто придумывал эту станцию здесь гвоздодер кстати еще один я не вижу туда смысла здесь вообще оставаться здесь вообще вариант единственный только поспать он очень хочет есть мой персонаж давайте сначала перекусим перекусим и кинем будь сухим пайком можно пускай ест я думаю он полностью да да полностью сыт и теперь давай спать так спать 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 как спать-то вот 10 часов пускай спит все спокойно ночи на принципе можно еще один час поспать потому что еще один час краски остается вы не устали вот дерьмо ну ладно так смотрим что у меня тут обезвоживание господи они до дринка тебе ты не думал то что тебе нужен костер развести для того чтобы растопить немножко воды и подогреть эту воду потому что она не питьевая нифига так забираем спальный мешок зажигаем факел и валим отсюда у меня наверно много дров еще всяких которые всякие кедровые прочее кстати батончика его даже не видел и мне эти дрова нужно тоже использовать потому что они очень тяжелые а вот кстати мой мусор который выкидывал такая гора гора мусора так что такое это тоже тоже я выкидывал ладно валим отсюда пока что здесь еще ночь блин тут вообще темно но написано что менее часа осталось я все зарядил все патроны зарядил свое ружье здесь написано что 9 патрон патронов и могу сразу зарядить у меня вроде бы было их 7 или может быть 9 не знаю в крокодила но потом может потом попозже я поиграю в крокодильчика с вами но это уже совсем другая история но что там будет день сколько можно менее одного часа ну что 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 так долго я ничего не вижу еще тому же может быть я иду возле волка я его даже не вижу а еще хуже возле медведи а за лонг дарк да все верно в названии написано название этой игры название стрима я вот иду сейчас иду а куда иду если быть точным я вообще ползу если вы не видите а я думаю вы не видите потому что тут видно только снег это что у меня какая-то палка в руке а это не палка это ружье я вообще ребят не знал что здесь есть ружье где-нибудь кроме домика зверолова оказывается тут еще ружье видите лежит на этой китобойной станции это очень круто потому что для меня это было немножко шоком когда вы только что только что его нашел ну что до сих пор менее часа офигеть я ничего не вижу зря на она и вышел потому что мне сейчас очень холодно в принципе в любой момент я могу разжечь костер это свободная игра выживание эта игра платная она продается в стиме нет лати миренко не смотрел твой видос извини вроде бы немножко расцветает но блин очень при очень медленно это происходит я даже боюсь встать потому что вдруг здесь кто-нибудь поблизости кому-нибудь животное будет да не наберете у меня тысяча лайков сейчас никто не смотрит не слезы риване любую другую игру без разницы чтобы я не стримил все равно будет смотреть не больше ста человек о там он медведь идет а я уже побежал он видите он идет я вот не знаю убью или я его с одного выстрел или нет но вообще зачем мне его убивать на самом деле не понимаю у меня риск переохлаждения есть так я не знаю куда мне идти мне видимо нужно идти вот туда вот в принципе правильное направление я иду но к чему к чему я приду я не знаю у у вас был гром как конец света что это значит я не знаю не было вроде такого грома как конец света если выстрелю воздух медведь убежит напишите мне пожалуйста комментариях мне мне помощник не нужен зачем мне помощник для чего в чем-то не будешь помогать но раньше было по 600 по 700 зрителей в онлайне на стримах сейчас почему-то их меньше ста я не знаю почему я даже понятия малейшего не имею то есть разницу ощущать в общем ощутимая разница 600 и 90-х мир я не знаю сколько сейчас смотрите не вижу но это пипец а громейшие огромнейшая супер ультра огромнейшая разница я кстати бежать не могу потому что перегружен а мне нужно кстати добежать знаете докуда до того места где я могу разжечь костер лучше конечно не то место где я могу разжечь костер а по знакомый домик где есть камин оу непрочный лед у меня есть помощники спасибо не в группе и модераторы есть как в группе модераторы есть так и здесь модератор есть на youtube канале в принципе лишь 70 человек всего лишь 70 человек то есть в 10 раз меньше чем тогда он пареньку это лежит надо к нему подойти спросить дорогу мне кажется он что-то знает смотрите он какой веселый он радуется жизни несмотря ни на что так ладно не трогать берем отлично мы жалко что я не могу бегать 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 бежать вроде бы правильно мы идем потому что там мост разрушен здесь других обходов здесь просто-напросто нету спасибо виталий привет да не будет он тысячу просмотров набирать ну что что прикалываешься думаю что первый стрим мой за дне видимо я неправильно пошел у меня были стримы после зарево то максимум смотрелось 100 человек разница 0 сезарева уже не актуален никому не интересен так видимо я пошел куда-то не туда или я мог все таки по тому разрушенному мосту пройти очень вопрос блин столько времени потратил ну вот конечно он лишь упал на снег и у него уже все поломано все изодрано и бегать я не могу как же мне подняться точнее как мне перейти на ту сторону подниматься-то мне не особо нужно или этот чувак лежал на месте где был трос я очень не заметил может быть был ли там трос вот чем вопрос или здесь можно было проект пробежать как-то ходу здесь можно пройти давайте попробуем нет не получается не получается залезть блин плохо но каким же образом не забраться вон туда я уверен что туда как-то может забраться я уверен что там можно пройти это будет правильный путь но как или по верху может быть там шахта есть давайте попробуем подняться я не знаю ребята убивает ли медведи зайцев или только волки убивают мне вот это интересно там у нас видимо волчья гора дальше идет вот что скорее всего ребят вот она вот она волчья гора так здесь я чё не могу подняться здесь вы издеваетесь здесь ходил туда-сюда медведь а вон ходит а это волк волк так если я не буду на него смотреть то он наверно меня не заметит видите вон вон он засранец какой так отлично да буду последнее видео где где секретка ну где секретка будет последним видео по игре inside да я читаю комментарии ой 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 пещера вы посмотрите на это пещера или это берлога медвежья действительно похоже на берлогу больше это вообще не пещера это берлога именно вот ими смотрите пещера она должна куда-то везти а это чисто такая чисто немножко вглубь идет и все здесь видимо это берлога медвежья скорее всего интересно он возвращается сюда медведь блин пипец а как куда мне идти тогда куда мне тогда идти и вы мне можете сказать там лед ломается там пройти нельзя принципе там есть еще дерьмо сраный живот у тебя ненавижу твой живот козел надо прислушиваться к каждому звуку потому что может быть здесь появится волк начнет играть музыка тогда тогда начнется action action так видимо мне нужно подняться туда и других здесь путей больше нету следующую локацию я не то что потерялся я просто не знал куда дальше идти я здесь первый раз точнее второй раз я дальше кроме вот этой китобойной станции не проходил но здесь я так понимаю есть шахта либо трос на гору одно из двух сейчас мы это и узнаем куда же ведет вон я не попал дерьмо вот дерьмо я так и знал что так будет ладно лечимся такой фейл просто пипец я так и знал что я не попаду так ну принципе я более-менее вылечился но все равно хп у меня мало вот у нас кстати и шахта как раз таки про которую я говорил вот тут я и умру говорит парень такой вот он жизнерадостный и всегда верит в свои силы железка какая-то здесь поднять ничего нельзя ладно заходим у нас шахтах никого нету ой-ой-ой галлюцинации начались так лечить мне больше нечего оставайтесь тепле 24 часа давайте останемся надо поесть что у меня там голод нормально еще с голодом все зачем мне жопа то я в тепле мне не должна быть жопа ну не в принципе есть вероятность то что я умру но пока что я верю в свои силы не давайте спать ляжем где же эта фигня если я вот сейчас один час отдохну и не умру значит все будет хорошо да все отлично оставайся в тепле 23 часа жесть 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 так смотрим здесь и спички возьмем я здесь не могу разжигать костер могу аллилуйя книга у меня была одна книга да все отлично наконец-то я могу приготовить мясо да я в курсе в курсе спасибо что пишет мне наконец-таки господи ты боже мой то я уже задал задавался искать места где можно разжечь костер потому что на улице я сжигать костер не собираюсь так древесина добавляем добавляем и кедровую дрова добавляем так что мне здесь нужно попахивающая волчатина уже портится понимаете уже портится волчатина я кстати ни разу в жизни не пробовал волчатину особенно дикую это же дикое мясо по сути он устает устает от того что жарит сраную волчатину господи что у меня с голосом опять так давайте поедим лечить я себя уже не могу поедим мы мясо того самого жареного мясо 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 отлично и ляжем спать не 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 посмотрим сколько он будет гореть он будет гореть сейчас ладно посплю часов 7 да это я знаю любое мясо портится но есть любая еда портится без разницы мясо не мясо жареное не жареное ну здесь еще и светло нифига сика хорошо я не могу использовать костер ладно понял а в реальной жизни я мог использовать риск кишечных паразитов да вы издеваетесь жесть вот мясо хищных животных видите содержит себе паразитов мне надо воды еще немного так ну что что же сделать там не надо было в принципе можно еще мясо пожарить волчья шкура у меня одна есть у меня 39 процентов здоровья в принципе все пока что отлично давайте еще разожжем костер еще один но видите в чем проблема проценты внизу в каком внизу когда этап нажимаю привет влад жуткая жажда у меня так давайте попьем воды сейчас будем топить снег так топим снег хотя в принципе я могу кипятить воду то что у меня осталось почему бы и нет и сейчас еще раз топим наверно парочку другую литров наверно не литр литр растоплю еще он очень устает когда готовит когда не только готовит когда вообще все что связано с костром делают смотри филатов я тебе уже передал филатов тоже секретный люк как в инсайде так банка кофе потом потом приготовим кофе давайте готовим еще мясо все сейчас едим попьем все и спать не знаю все ли будет хорошо с этим парнем или нет блин очень мало осталось топлива что это я сделал бросить приманку серьезно случайно бросил приманку так я ничего не вижу давайте ладно возьмем спичку пока что где то здесь приманка забираем ее все тогда берем уже вот эту фигню и идем уже здесь так смотрим у меня 94 процента хп 94 процента здоровья представляете только что я чуть не умер и теперь я здоров жив здоров ничего нету ладно у меня сейчас потухнет мой фонарь но пока что он ярко светит надо этим пользоваться так тут ничего у нас нет давайте сюда я кстати могу бежать аллилуйя я могу бегать ну да мы все выше и выше поднимаемся это мне дает понять то что мы идем куда-то в гору здесь тупик вы здесь прикалываетесь или чё я не туда повернул или что да здесь еще куда то можно выше еще какая то комната топливо для фонаря так берем и заправляем сейчас фонарь действия заправить заправить вот теперь он горит ярко как и должен гореть привет совка так что у нас тут еще есть такое ощущение как будто я здесь был если честно по крайней мере все очень похоже скорее всего я здесь и был если я сейчас выйду да фиг знает вроде бы я здесь не был нет я здесь был ну пипец вы представляете все вот эти вот мои маневры они были зря они были просто напросто зря я оказался в том месте где я уже был а куда мне тогда идти куда как как мне добраться до следующей локации не той локации в которой я был в летплеях своих на другой локации давайте сюда пойдем сюда как раз таки не ходил я осмотрел эту машину я ее осматривал как вы помните ну вот сюда я не ходил к чему приведет у нас вот эта вот дорога так у меня жуткая жажда господи давайте поедим сундер и чан приветик я правда тебе передавал уже привет но ничего я же забрал спальный мешок я надеюсь если нет то мне жопа вот и опять нас туда фигня ведет к тому месту где я и был да верно я говорю вот смысл тогда этой локации я не понимаю смысл этой локации так какое-то ущелье допустим оно я здесь был тоже я отсюда пришел ладно идем в те локации в которых я был в летсплеях я уверен что домик зверолова где-то сзади меня то есть далеко не в ту сторону надо идти в которую я сейчас иду но сделать я с этим ничего не могу потому что как там пробраться я не понимаю мне давали конечно трос но что мне с этим тросом делать трос нужен для того чтобы спускаться а не подниматься а чтобы подняться я не знаю что нужно просто просто без понятия что нужно сделать а вот как мне очиститься от этой ерунды типа просто меньше есть мясо вот это вот ну ладно видимо так видимо так здесь опять шахта был ли я в этой шахте давайте мы это и узнаем было написано покинуть точку запустения я был в этой шахте я здесь нашел топор но я не был там это самое начало откуда я начал играть давайте дойдем до выхода из этой шахты и там уже поставим два хода каких то там уже поставим спальный мешок понятно здесь все закрыто все хуже и хуже начинает гореть мой фонарь почти нифига не видно на самом деле очень атмосферная тоже игра очень интересно именно по выживанию сто процентов выживаемости больше ничего у меня переутомление уже долгое время но не думаю что я упаду от усталости так я видимо пошел куда то не туда но увидите у меня почему не туда то все туда очень слабо горит фонарь и поэтому я нифига не понимаю иногда но пока что у нас день то есть выход должен светиться ну по крайней мере было так раньше о заправить здесь есть уголь давайте возьмем я наверно его сейчас как раз таки использую древесину тоже использую жестоки все равно ничего сделать не могу даже не буду сюда заходить как это очень большая шахта сейчас мы скорее всего разожжем с вами огонь хотя нет поспим а потом уже разожжем и угля напихаем туда вот костер побольше угля потому что у меня угля сейчас просто невообразимое количество в моем рюкзаке или в чем он все это таскает я не знаю ну походу в рюкзак потому что я больше не представляю куда можно все это засунуть ну вроде бы там выход смотрите да да там выход сто процентов может в принципе тушить может в принципе тушить ну мы с ним справимся думаю у меня в принципе его очень много хп не думаю что он меня убьет давай настюша раскроем не тайну ну я не знаю удочку давайте возьмем у меня такого нету набор лишить а мне не нужен рабочие ботинки давайте возьмем может быть они будут лучше чем мои те ботинки и горючие я кстати ни разу еще не использовал горючие если вы успели заметить так давайте поспим где там мой этот мешок волчатину не ешь но это в меру и надо есть чтобы не заболеть паразитами так давайте а на принципе еще после этого много времени остается сейчас посмотрим сколько мне останется ага давайте еще два часика два часика поспим да говорите все спасибо настюша так поднимаем эту фигню здесь просто так смотрим что у меня вообще за да блин вот это плохо немножко но ладно без разницы берем ружье и берем ружье и выходим так я вроде бы помню это место могу ли я здесь спуститься сразу и не разбиться вроде могу здесь есть волки волк волков здесь очень много надо быть сейчас осторожным я думаю медведи здесь найдутся если хорошо поискать но я не помню чтобы волки были где-то здесь волки помню что были немножко дальше там где домики начинаются ой 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 что такое было там где домики у нас есть волки как раз таки кирилл привет Глеб привет зона 57 зона 57 послушать я могу почитать послушать я не могу пишите что хотите я не знаю вон кролик убегает от меня или это заяц не знаю может запретем вот тот лес в принципе почему бы нет зачем мне удочка я не вижу смысла удочки я не рыбачу здесь ее можно конечно скрафтить в принципе найти ее можно не у меня есть не удочка крючок интересно если я за мной побежит волк а я залезу в машину я смогу из машины увидеть волка заброшенный дом харриса харриса на форда так здесь ничего нету бардачок пустой наверно тоже нет есть деревянные спички даже ничего себе выходим Данилка п привет привет спасибо зона 57 так там что то у нас какие то развалины у меня такое ощущение как будто я хожу круг наворачиваю целый могу ли я как нибудь туда вот пойти и вообще что меня там ждет видимо не могу видимо здесь я тоже делаю небольшой такой полукруг вот у меня кстати здесь олень оленина есть давайте возьмем мясо оленины шкуру и кишки сейчас попьем поедим все как нужно сделаем так едим давайте последний раз едим мясо волка у меня как раз таки один кусок остался приготовленный так что порча еще у меня есть только мясо волка давайте газированный напиток попьем один батончик съедим вот такой вот точнее вот такой вот а это шоколадка давайте его съедим и сейчас еще подъем немного воды пока цундерчан ну в принципе теперь я довольно таки готов к путешествиям там у нас рыбацкие домики будут вон там вот как я помню но мы туда не пойдем пока что ну или вообще не пойдем не вижу смысла ууууууууу это мне наши намеки на то что тебя тебе пипец тебя скоро загрызут лекс вот на что мне намекают Влад, тебе не 18 Я аж видел твою страницу ВКонтакте Ты меня не обманывай И людей не обманывай Вот здесь могут быть волки, кстати Надо быть здесь немножко поосторожней В принципе, они везде могут быть Надо быть везде немножко поосторожней Но все равно Вы слышали, как они выли? Буквально недавно О! Переходим в другую локацию Нормально Нет, я не даю свою ВК Если вы меня найдете каким-либо образом То добавляйтесь, я вас добавлю Найдено новое местоположение Кстати, что, первый раз здесь? Серьезно? Так, залазим сюда Эй Что это такое? Батончик Отлично Ага, у нас там олень Я не знаю, есть ли смысл его убивать По-моему, нет смысла вообще Никакого убивать этих оленей Только если вы хотите что-нибудь из них скрафтить А я не хочу ничего из них крафтить Я перегружен еще Не могу бегать У нас впереди где-то должны быть дома А там есть печи Там же есть много еды И там можно набрать воды Из туалетов Да, именно Из туалетов И мы сможем с вами еще немножко Повыживать Сколько у меня модераторов? Четыре или пять? Вроде бы пять Ну спасибо, Лидия Овл Вы слышите? Кто-то лает Ну вот кто и где? Или это просто атмосферные звуки? Будем надеяться, что это так и есть Иначе мне жопа придет Я, кстати, ни разу за игру Не находил домик зверолова Ни разу Вы представляете? Сов, хорей, конечно, я тебя помню У нас два часа дневного времени осталось Успею ли я дойти до дома какого-нибудь? Интересный вопрос Он, кстати, да Там рыбацкие домики И там медведь идет Вон он Вдалеке А если есть медведь То и волки должны быть где-то здесь О, олени Их никто не трогает Ну значит Поблизости нет волков Или волков И вон там вот Если я пойду по льду Ух, сколько их здесь Олени Так, смотрите Если я пойду по льду А они ходят по льду Значит Лед не сломается И волков я В ближайшее время не увижу А домики Как я помню Они прямо передо мной Вот так Если я пойду То есть Я напрямик Иду сейчас Не надо мне будет Целый круг Наворачивать Я потихоньку Что, устаю, что ли? Потихоньку Почему потихоньку? Он уже давно устал Таскать вещи Которые Тащит Потому что они Намного превышают Его Его способности В том плане Что у него Не хватает Возможности Перетащить Настолько тяжелые вещи Там Гвоздодер Точильные камни Всякие Всякие Всякая одежда Ну я не знаю Есть ли у меня сейчас Одежда Потому что Большинство одежды Я выкинул Да почему не ходить-то По льду По льду Ходить опасно Где-нибудь далеко Либо По льду Ходить опасно Если есть Какие-нибудь звери А так Здесь по этому льду Можно ходить Потому что Здесь рыбацкие домики Вон они Вот они Рыбацкие домики И вон там Еще домики Которые мне К раз таки Нужно прийти В рыбацких домиках Есть печка Но там Как бы она сделана так Что вы на Как сказать На холодном На прохладном На свежем На свежем воздухе На свежем воздухе А если вы на свежем воздухе То вас могут сожрать Хотя Когда я летсплеил Эту игру Меня тогда никто не сожрал Вот в этом вот городе Куда я сейчас иду Там вроде бы должна быть АЗС Или как она называется Заправка в общем И на заправке У нас очень много Вкусняшки всякой И вот там вроде бы Труп оленя лежит Или мне кажется А вот что интересно Означают вороны Видите вороны Много воронов Что они могут значить И смотрите Они летят сюда Что это может значить К чему они летят Это по-любому Какой-то знак Знак чего-то Возможно Это показывает Диких зверей Эти вороны Я не знаю Я первый раз Сейчас только обратил На это внимание Но Они спаунятся не просто так Я уверен У нас тысячу И один процент Это вроде бы олень Да И смотрите Они Они не улетают Они до сих пор кружат А может быть Они и показывают То что здесь труп Ну странно Это выглядело Эти то понятно Если эти кружат Над трупом То Куда летели Те Ой Те эти Вороны Непонятно Для меня По крайней мере Так ладно Привет Привет олень Мы возьмем У тебя немножко Вкусняшки Сейчас будет ночь И у меня Переохлаждение Вы что нибудь Видите ребят Вот и я Ничего не вижу Надеюсь То что я смогу Подняться По этому снегу И И зайду В этот домик Давай Господи Это дверь Нет Это не дверь А это дверь Вообще Есть дверь Есть Аллилуйя Я уже думал Я сдохну Так у меня есть Факел Но Ну не факел А фонарь Ну в принципе Оооо Посмотрите Розовая дверь Я даже не знал Что здесь есть В этой игре Вот такая вот фигня Такие баги Первый раз вижу Баги в этой игре Так Что это там Ничего Давайте Все Чекаем Сразу По-быстрому Здесь по-любому Должен быть Камин Я На 20% Уверен Что должен быть Собачьей еды Немножко возьмем Интересно От собачьей еды У него будут Те самые паразиты Или нет Или только От волчатины Так Все Ну а нет Здесь еще Три Трое Да это видимо Что-то с текстурой Этой двери было И они Она не прогрузилась Либо еще что Я не знаю Жалко Что в духовке Ничего нельзя жарить Было бы классно Сейчас наберем воды Посмотрим Что у нас Лекарствами Таблетки Для очистки воды Кстати Ни разу Ими не пользовался Хотя полезная вещь Хотя полезная вещь По сути Все берем Может быть сразу Жить Питьевая Притом Питьевая вода Здесь есть полотенце Но нам Нафиг не нужно Так Смотрим Что здесь Знаете Что самое Обидное Будет то Что у меня Сейчас Кончится Горючее А заправить Я ничем не могу Да Я ведь Верно говорю Да Заправить мне Зачем Прогоркла Что значит Прогоркла Что это такое За слово Прогоркла Каминчик Где ты есть Есть ли ты вообще Здесь Надеюсь То что он будет На втором этаже Иначе Если его не будет То это будет Очень плохо Здесь кстати есть Крутой какой-то телевизор Посмотрите на него Камина то тут и нету Здесь есть только кровать Блин Это очень плохо Это очень плохо Ладно Ложимся спать Я не вижу вообще смысла Какого-то здесь Еще что-то чекать Даже не буду Выключать фонарь Потому что Он сейчас все равно Что это было Почему Я сейчас нажал Спать И у меня все равно Усталость повышалась Это вообще нормально Так ладно Пить Вот это вот Это сырая кроличатина Верно Да Сырая У меня много оленины есть А готовить я ее не могу Нигде Странно Как-то Я вроде бы спал На постели Да могу Могу разобрать Мебель Но зачем У меня слишком много Древесины Так И вот так Вот это все Выглядит в итоге Много Видите Горючего Я его еще Ни разу не использовал Целых 4 штуки Много флайеров 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 Так И много древесины То есть Здесь 3 Здесь 4 Здесь 4 Ну не так уж Много Как я думал И много угля То есть 4,5 Килограмма Почти у меня Занимает уголь Ладно Где там кровать Ладно Берем спичку Вот смотрите Спать Видимо я тогда нажал Подождать Вы серьезно Вот Когда вы же нажимаете Подождать Вместо отдыха Тогда он ждет Просто-напросто Давайте еще 4 часика Поспим Да будет вам крокодил Будет Рано еще Так Ну что В принципе у нас там утро Берем ружье Интересно Где я нахожусь Потому что я нифига не вижу У меня обезвоживание Глеб Приятного аппетита Не надо отсюда Не надо отсюда как-то выйти Ну как Вроде бы сюда Да Видите Это розовая дверь Как маяк Служит нам маяком Чтобы мы знали Чтобы мы знали куда нужно идти А здесь еще одна розовая дверь Серьезно Так И вот за этим холмиком Должна быть Смотрите У нас здесь пропан Или что это такое Какая-то горючая жидкость Я даже в этот домик заходить не буду Не вижу смысла Но сейчас надо быть осторожнее Еще раз Еще раз надо быть осторожнее Здесь как раз таки любят Ошиваться волки И вон как раз таки У меня услышал волк А я его не вижу Вы слышите? Я не попал Да вы издеваетесь Пошел в задницу Как же это тяжело Он мне кстати почти жизни не отнял Не знаю почему Сранное ружье Как же тяжело с него целиться Здесь очень много волков Смотрите Бегает еще тот волк Там еще один бежит Я не могу попасть Это нереально Это нереально просто Попадать по волкам Они неуязвимые Нужно просто целиться за Час До того как они до вас бегут Потому что Это нереально Это просто нереально В контрстрайк Ну смотрите Там еще один волк идет Да вы издеваетесь Это прикол какой-то Я не могу попасть Фейспалм просто Я все еще живой Три волка просто Пошли в жопу Эти сраные волки 29% здоровья Я не знаю как я до сих пор живой Но это пипец Это полная жесть Полная жесть Слишком смешно Хорошо что у меня много аптечки Вот такие вот дела Так легко в этом мире жить Так давайте используем один Fire А то я ни одного не использовал Да уж Офигенно открывается Эта дверь Я бы на его месте Просто выломал бы Эту сраную дверь Потому что Нифига ведь не подберешь Так набираем воды Я не знаю Я могу попасть в волка Если он просто идет О нифига себе Давайте возьмем Не надо мне свитер У меня их так много А так и в них вообще нереально попасть Они бегут на тебя и все Даже шприц есть Вы представляете Три волка Три волка Я даже не знал Что такое вот здесь может быть Я думал После двух волков Вы сразу же умираете А тут оказывается Вот так вот Возможно они все Испугались моих выстрелов И такие Не Не будем его убивать Он слишком косой Чтобы его убивать Если бы он по нам попал Мы может быть По еще подумали Но так как он Не попал по нам Давайте оставим его в живых О Аварийный фонарь Так давайте посмотрим Здесь по сути Да здесь есть Керосин Но как мне его использовать А я могу использовать Видите все То есть он сломанный почти О банка с 1 Видите я уже еле-еле Передвигаюсь Просто сколько У меня там интересно всего А это я еще просто Фонарь взял О я не знаю Что мне делать С этой бедой Нужно все Просто выкидывать Всю эту ерунду Бросаем эту ерунду Носим эту ерунду Так где у меня одежда Вместо чего Я ее одел Или вы типа Хотите сказать То что у меня до сих пор Не было куртки Вы серьезно Я без куртки ходил Поэтому Ледяному Блин Миру Я не знаю Сколько мне еще буду играть Если честно Так это мне не нужно Это мне не нужно Так давайте попробуем Почистить ружье Навыки В очистке 30 Время на очистку Шансы на успех 100% Давайте попробуем 92% Давайте еще 95% Ладно Давайте еще 98% Нормально Я просто уже даже не знаю Что выкидывать Потому что у меня Слишком много Всякого говна Так еды Еды у меня просто уйма Просто уйма еды Не вижу даже смысл Сейчас все Все что портится Прямо сейчас съесть Или просто Повыкидывать мясо Бросить 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 Потому что Я его готовить Видите Не получается мне Готовить Мясо А бесит оно Дофига Бесит оно Слишком много Так что у нас С лекарствами Лекарств тоже Очень много Но в принципе Они не так уж Много весят Так перекоси водорода Ладно Пускай будет Деревяшки Деревяшек тоже В принципе С ними не особо много Вот в принципе Можно вот это бросить Больше я просто не знаю Даже что можно было выбросить Давайте наверное Вот это бросим Молоток Много весит Фаеры Много весит Давайте Фаеры Три фаера Оставим Остальные все Выбросим На этом Закончу Ребят С этой игрой Сейчас сохранюсь Или здесь нет Сохранения Не знаю Таблетки Для очистки воды Ладно В принципе Все понятно Здесь больше Выкидывать нечего Все остальное У меня еда Вода Вон сколько еды А есть ее некому А да Еще можно выкинуть Этот Фонарь Так Бросить Отлично Вот и все В принципе Вот и все Я так понимаю Если я сейчас выйду То будет все отлично То есть Я потом продолжу С этого же момента Но будем надеяться Давайте наверное Сделаем так Чтобы на 100% Хотя давайте Наверное Просто поспим Просто поставим сюда Этот Один час поспим Я думаю После этого Точно должно быть Если не сохранение То просто Как чекпоинт Ну да Вроде сохранилось Все Все Готово